Сейчас мы разберем очень интересную и важную тему. Это таблица развития болезни, я и так называю. Я стараюсь терминологию сложную, таблица гомотоксикозов, траля-ля-ля, ну какие гомотоксикозы, когда начинаются термины непонятные, у людей начинается паника внутренняя, что они не поймут. Это таблица развития болезней, то есть эта таблица показывает наглядно, как развиваются патологии в организме человека. И знать путь реки век, знать путь развития этих всех болезней очень важно, потому что путь, который мы прокладываем с вами в обратную сторону, он лежит через те же самые вехи, которые проложены болезнью были. Сейчас это все мы увидим. Любая болезнь, хотя я не люблю это слово, в состоянии дисбаланса, да, то есть это какое-то состояние дисбаланса, при этом, то, что я вот вам говорила, максимально доверяйте организму своему. То есть в целом болезни не существует, существуют механизмы защиты от дисбаланса, и мы их называем болезнями. Они бывают, вы знаете, острые, бывают хронические, бывают какие-то незначительные типа насморка, какие-то бывают серьезные типа рака. То есть мы как-то это все классифицируем, но общей картины у нас нет, как взаимосвязан, например, бронхит и там, я не знаю, какой-то онкологический процесс. Есть ли между ними взаимосвязь? Рядом с водой не кладите телефоны, конечно. Самое удобное, вообще, когда я в Виватон пришла, я услышала эту концепцию из уст Екатерины Михайловны. Она уже к тому времени 20 лет как работала с Виватоном, и для нее уже не существовало, собственно, диагнозов каких-то. Мы сейчас используем диагноз, то есть он для нас важен только в той степени, чтобы определить, насколько быстро мы можем воздействовать на организм, например, с помощью Виватона, живой воды и так далее. То есть есть некоторые диагнозы, которые ограничивают нашу степень воздействия, поскольку являются нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и вообще на кровеносную систему, и на выделительные системы. Поэтому, но сам по себе диагноз, в принципе, не имеет значения. То есть где у вас болит, нам не важно. То есть мы знаем, что это защитная реакция организма на поступление каких-то неадекватных веществ или эмоций, или еще чего-то. Итак, но есть фазы, вот это важно знать, есть фазы развития болезней. Их всего шесть. И нарисуйте таблицу из семи столбиков. Семь столбиков. Ну ладно. По золотому сечению не получилось. Здесь мы с вами сейчас увидим, какие претерпевают изменения, и что мы называем болезнью. Правильно ли мы назвали болезнью, например, насморк. Если у вас поднялась температура, правильно ли говорить, что я болею. Сейчас мы узнаем, что мы не болеем на самом деле. Так, шесть фаз развития болезней. Они достаточно, ну, как сказать, диагностируемы. Каждая из этих фаз, она легко диагностируема. И между третьей и четвертой двойная линия. Нарисуйте двойная линия. И в двойной линии слово биологические барьеры. Биологический барьер. Я вам расскажу обо всем об этом не с научной точки зрения, ну, как не с научной терминологией, всякими там умными словами, а с точки зрения нашего организма и его логики, она очень простая. То есть с точки зрения вашего тела собственного, как мы с вами сейчас будем понимать, как организм работает. И чем больше вы будете понимать в этой области, тем больше будет ваше уважение, благоговение и доверие вашему собственному телу, его устройству. Любая патология, она начинается с поступления в организм какого-то вещества, микроба, какой-то проблемы, которая приводит естественный гомеостаз, то есть баланс всех систем организма, в дисбаланс. Правильно же, да? То есть поступают какие-то вещества, какие-то токсины, какие-то, там, не знаю, правовращающие ли это белки, или это там вирус свинки, или там это, еще там что-то, нам не важно. То есть это некое чужеродное для организма вещество, которое ему не нужно, оно не участвует в метаболизме, оно не является источником пластического материала, это не пища, то есть организм не может это усвоить для своих целей. То есть некая чужеродная субстанция. Ее, грубо говоря, мы называем токсин. И под словом токсин мы понимаем огромный спектр всякого разного. Это может быть тяжелый металл, еще раз, да, вирус, там какие-то, не знаю, искусственные добавки, удобрения, которые поступают нам с пищей, все, что эмоции, негативные эмоции или позитивные, да, то есть, ну, негативные, как правило, идут во вред. Итак, это гомотоксин, какой-то токсин. И когда он поступает в организм, для того, чтобы восстановить баланс, что первое, вот по логике вещей, будет делать наше тело? Пытаться избавиться от него. То есть оно в любом случае будет пытаться избавиться. И первый, ну, как бы рубеж избавления от него нам очень хорошо известен. То есть все выходы токсинов из организма мы очень хорошо знаем. Прекрасно знаем, да, то есть как он будет сбрасывать. Насморк. Эта фаза называется выведение. Выведение. То есть пришел чужак, надо его как бы удалить. Если он попал через нос, он будет удален через нос. Если он попал через рот, он будет удален через кишечник, да. То есть это, например, ну, диарея. Если это какой-то пищевой токсин, да. Вот я отравился, живот крутит, там вот пять раз уже сходил, ну и так далее. Вот самое глупое будет останавливать этот процесс, да. То есть останавливать, блокировать уже на этой фазе, блокировать выведение токсина. Это что еще, например, вот мы говорили, адреналин выводится с потом, со слезами, да, слеза. Если это пищевой какой-нибудь водорастворимый токсин, то моча. Если это даже с ушной серой выходит определенные, там, ну, вредные вещества, селективные, выходит с ушной серой. Там, ухо, например. Что еще? Что вы знаете? Волосы, ногти. С волосами и с ногтями выходят тяжелые металлы. Вы знали об этом? Выпадение вы имеете? Нет, не выпадение. А если вы, например, берете волос на анализ, а у вас было отравление ртутью, да, то вы найдете вот на протяжении там скольких-то месяцев или лет даже, что активно ртуть выводится с волосами, потому что она не может быть выведена вот предыдущими всеми путями. Ну, не только ртуть, свинец, кадмий, всего этого сейчас полно, поэтому и волосы редеют, потому что организм избавляется от них через рост этих структур. Через кожу, конечно же, да, кожа тоже самая. Она слущивается, поэтому это тоже используется как органы выведения. Что-то еще забыли? Кашель. Кашель, да, конечно, мокрота там, мокрота. Четвертый энергоцентр очищается у нас. Аккуратно? Нет, это пока процесс тупого выведения просто. Ну, вот если вы, например, адреналин вам надо вывести, зачем вам температура, вы можете поплакать и избавиться от нагрузки. Вот. Рвота была. Диарея. Правильно. Ну, это не диарея, это все-таки рвота. Да, вот, наверное, вот все отверстия организма задействованы, и в зависимости от того, какой именно токсин, ну, будет включаться та или иная система. Но бывает так, что не справляется вот эта фаза, это бывает часто, что на этой фазе организм не может вывести все токсины. Включается вторая фаза воспаления. Это уже подключение специализированного отряда иммунных клеток и механизмов защиты. Это, если кто-то читал учебник по иммунологии, то это увлекательнейший триллер там, да, натуральные киллеры там, ну, и так далее, да, то есть это увлекательнейшее. Люди до сих пор не могут, врачи, ученые не могут разобраться, как же устроен иммунитет. Его сейчас разделили на три блока, что есть несколько уровней иммунитета, он бывает разный. И даже при том уровне, что один из этих блоков хорошо работает, другой может быть ущербен. То есть разобраться очень сложно. Но мы с вами в жизни сталкиваемся с тем, что воспаление у нас чем сопровождается? Повышение температуры. Да и все. И сохраняются все предыдущие фазы. То есть вот это все сохраняется. Плюс к этому еще включается температура. Что это дает? Это дает логарифмическое ускорение всех стерилизующих программ, так скажем, да, то есть программ нейтрализации токсинов. Повышение температуры – это вообще колоссальный ресурс. То есть люди даже не представляют, что такое повышение температуры. Мало того, что во время повышения температуры пережигаются все яды и токсины, то есть человек, грубо говоря, обезопасивает от себя от артрозов в будущем, да, потому что у нас в суставах скапливаются в основном соли всякие. Вот возможность при повышении температуры сжечь хлам – это дар небес, да. То есть это, если у вас повышается в течение года температура, это очень хорошо. Это говорит о том, что и в зрелом возрасте, и в пожилом возрасте вы будете очень крепкие, выносливые и так далее. Потому что у вас периодически пережигается весь хлам. И благодаря этому не нужно задействовать вот эти системы, не нужно откладывать бесконечно эти соли, не нужно накапливать жировую ткань, не нужно там, ну, какие-то, да, склады увеличивать, потому что все это сжигается. А градус влаживая? Очень. Чем выше температура? Субфибрильная температура не дает этого эффекта. Чем выше температура? Какой 41? Ну, помрем мы при 41. 39,5 – самая классная температура. Это очень важная фаза. Если мы даем ей быть, то на третью фазу мы не уходим. То есть если мы вот это все не блокируем, если мы не блокируем выход, не пьем противорводный, или противодиарейный, или противокашливый, или мы не капаем в нос капли, которые глушат насморк. То есть если мы начинаем это делать, мы обеспечиваем себе огромное количество проблем. То есть мы ставим организм в такие условия, когда вот выйти мы не дадим, мы не дадим тебе, да, выкинуть то, что тебе не надо. Он начинает думать, что с этим делать. Да, то есть хозяин не разрешил. Это все остается внутри, и он встает перед выходом, надо что-то с этим делать. Он повышает температуры. Боже, мы снижаем температуру. Антиперетики, бесконечные вот эти снижающие температуры. С детского возраста мы блокируем возможность организму уничтожить врага. И мы ставим его в условия, когда он вынужден искать какие-то механизмы, он второй раз повышает температуру, снова загасили, в третий раз снова загасили. Да, слава богу, парацетамол работает на 100% почти. Ну а если не сбавлять, она же поднимается, поднимается. А если 40, уже смертельная. Ну как, смертельной температуры не бывает. Организм же не дурак. Ну поверьте. Это у вас судороги. Если вы пропитываете виватоном и делаете обтирание, и даете живую воду, никаких судорог, никакой нагрузки на сердце, интоксикации, последствия ребенку с дня вы можете уже пропитывать ребенка. То есть если вы обеспечиваете ему щелочной уход, у него не будет ни судорог. Судорог это что? Это короткое замыкание мышц. Фактически это ацидоз. То есть он уже был, плюс повысилась температура, проводимость улучшается, возникает короткое замыкание. Да, что такое? Ну, просто обострился ацидоз при повышении температуры. Но в целом повышение температуры не несет, ну за исключением там, я не знаю, это чума какая-нибудь, ну я не знаю, ну холера там, что-то такое. Но если оно проходит при большой температуре? Если оно проходит при большой температуре, доверяйте организму, значит это спасение. Вы применяете много других мер, которые минимизируют потери. Ну если, например, до 40 поднялась температура, взяли, пропитали. Взяли, обтерли содой. Взяли еще там, не уксусом. В смысле, сухой содой что ли? Зачем? Раствором соды. Раствором соды. Ну какую-то щелочь дайте. Какую-то малую же. Не дай бог. Температура падает. Почему? Кислоты. Кислоты, они сужают капилляры, просвет капилляров. Вы натираете кожу, и кожные капилляры сужаются от кислоты. А тепло-то куда все идет? Внутренние органы еще сильнее нагреваются. То есть вы кожную температуру имеете пониже, а внутри все вообще сгорает. Поэтому то, что кожа отдает температуру с поверхности тела, это нормально. Просто щелочами надо усилить это. И поскольку идет огромное количество, вот шлаки сжигаются, идет огромное количество образования, там, ну, отходов сжигания. И вот они потом могут нанести ущерб, там, на миокар, там, ну, такие какие-то вещи. Плюс, если сердце и так в ацидозе, при температуре оно там с двойной, тройной, дистеренной нагрузкой работает, вот опасность единственная. Но вы ее абсолютно снижаете, если вы грамотно принимаете меры. лимонный сок, там, какие-то щелочи, да, травы, патагонные. То есть вы помогаете организму все это убрать. Но вы не гасите саму реакцию температурную. Ни в коем случае. А понижение температуры влияет на увеличение? Что? Понижение температуры – это тоже борьба? Нет, это угнетение. Это угнетение. Это говорит о том, что толстый кишечник, он у нас как, ну, вот знаете, вот толстый кишечник, он как батарея, да, идет кольцом. И толстый кишечник у нас является основным органом, который поддерживает температуру тела. 36,6. Вы никогда не задумывались, какой орган держит эту температуру? Где эта батарея? Где клапан, регулирующий нагрев охлаждения? В основном гомеостаз температурный регулируется толстым кишечником. Если у вас даже на десятую градуса снижается температура тела, то вы не представляете, какие изменения начинаются во внутренних органах. Негативные. То есть снижение температуры тела – это опасный процесс. И надо понять, с чем это связано. То есть нужно оживить каналы толстого кишечника, что-то сделать, возможно, выпить кислоты, возможно, понять, с чем это связано. Потому что я же не знаю. Итак, это болезнь воспаления? Да нет, это колоссальное благо для организма, особенно для детского организма. Пережечь всякую гадость, чтобы потом стать... Вы помните свое состояние после того, как вы переболели в детстве? Помните? Если вам не снижали... Были такие случаи, когда вам не снижали температуру, вы там пять дней, то у вас в нобе, то там в жару, то там это ни пить, ни есть не хочется, ничего не хочется, мы так в полузабытии. Вы помните состояние первой недели после вот этого всего? Слабость. Ну, это, в общем, нормальное состояние. Это говорит о том, что организм колоссально очистился, и там силища. Это ощелочение происходит, очень сильное после температуры. Но, скажем, мы больная цивилизация, и нам говорят, что нужно температуру снижать. Если раньше говорили, что повышается до 37,5, и надо снижать, сейчас сказали, ладно, до 38,5, а потом снижать. Ну, и воруем у наших детей возможность обновиться и быть здоровыми. Соответственно, что мы начинаем им прокладывать? Путь к шестой фазе. То есть, если мы блокируем вот эту вот вещь, то что будет делать организм? Начинается накопление. Накопление. Накопление чего? Ядов. Ну, вот тех, которых он не смог сжечь, вывести и так далее. Мы все заблокировали. Он вынужден как-то придумывать, где их накапливать. Какие есть ресурсы для накопления токсинов? Где он может накапливать? Вообще есть три ткани. Нет. Три ткани есть, которые, ну, как бы, шлакоотстойники, я не знаю, ну, отстойники, да? То есть, организм выбирает те органы и системы, которые, ну, меньше всего участвуют в жизнеобеспечении таком вот, ну, поддержании жизнеобеспечения. Это что? Это суставы, жир, жировая ткань. Ну, там накапливаются только жирорастворимые токсины, как правило. Соли в основном суставы. Вы можете написать, да? Накопление? Да. А, ну да, да. Вы можете там написать. И мезонхима. Ну, мезонхима – это как наиболее универсальное. Мезонхима – это межклеточное вещество. Ну, так это же лимфа или нет? Межклеточное вещество. Ну, оно да, оно связано с лимфой, конечно, да. То есть происходит накопление в этих трех системах. И, в общем-то, четвертая фаза – это тоже накопление, но, смотрите, после биологического барьера. Сейчас я объясню. Это тоже накопление. Ну, если, например, вы возьмете орган кожи, да, вот, ну, кожу возьмем, ну, чтобы вам было понятно, то фаза, например, интоксикация, удаление интоксикации с кожи – это что? Это пот. Повышение температуры, ну, нагрев, так далее, там все тело очищается. Накопление, как вот, пигментные пятнышки, родинки, всякие штучечки там, попеломки – это уже будет пятая фаза, да, это подальше. То есть это уже образование деформирующее. А так всякие, вот, пигментные пятна – это вот накопление, то есть то, что печень не может вывести, утилизировать, как бы накапливается в коже. Всякие там, наоборот, побеления, ну, не знаю, в общем, какая-то реакция кожи, она какой-то гомотоксин накапливает. Плюс, а, сыпь, да, воспаление на коже – это прыщи всякие, там, и так далее. Накопление – это уже холодный процесс. То есть если воспаление – это горячий процесс, прыщик, он же такой, да, он же горячий, да, там, гной, там, всякое такое. А накопление – оно же холодное. Это может быть там аллергия, зуд, всякие чесотки, вот такие вот штуки, холодные. Далее накопление – здесь уже псориаз, всякие нейродермиты, вот это еще холодный, более запущенный процесс. Псориаз чем лечится? На всех четырех уровнях лечится псориаз. Чем неизлечимы патологии с точки зрения ортодоксальной медицины, тем инструменты более высокого уровня вам нужно использовать. То есть здесь питанием уже не спасешься, водой – эмоциями, да? Уровень – огонь, то есть искать, делать поиск истоков. Ну, очень большое количество людей, с которыми вот, с псориазом, вот мы работали, или это, как правило, вот в моей практике, да, это вот процентов 70, это мы приходили к тому, что внутриутробно еще, когда он находился, его хотели убить, то есть, ну, аборт мама хотела сделать. Либо она в открытую говорит, я вообще не хотела ребенка. Я там вынашивала это ребенка только потому, что у меня там язва прошла во время беременности. Ну, так, в открытую вообще, да? То есть это не любовь родителей, получается? Любой аутоиммунный процесс, аутоиммунный, когда сам организм сам себя уничтожает, это программа самоуничтожения. Она может быть запущена либо родителями, либо самим человеком вследствие какого-то негативного события в своей жизни. Он начинает самоездом заниматься, а на уровне физиологии сам его организм сам его уничтожает. Самоездом, это вы имеете в виду чувство вины? Да. Жалость к себе, чувство вины. Да, и это тоже, да, 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 да. Вот, это могут быть детские программы, да, полно всего, да, но в целом поиск надо делать на уровне огонь. Здесь уже вот эти, так же, как и с раком. Ну, что там толку? Ну, да, пищу надо, воду надо, дыхание освоить надо, да, но и стоки на уровне огонь. Насморк, пожалуйста, зачем вам на уровне огонь, да, боже мой, дайте вот этому всему выйти, поблагодарите, да, там. Да, да, вот здесь попроще. Вот если вы на этих двух фазах считаете, что вы счастливый человек. Насморк, который не проходит в течение жизни, это тоже уже... Это уже, да, это уже накопление, там в пазухах уже холодный процесс сидит и так далее. Температуры-то нет? Да. Все, да, значит, не получается. Накопление, значит, что такое биологический барьер? Ну, вот эти три, запомните, да, накопление, три места, в которых происходит это накопление. Биологический барьер, что это такое? И что такое накопление на более глубинном уровне? Ну, вот если посмотреть наши клетки, они, как правило, шестигранную имеют структуру, то есть каждая клетка окружена шестью сестренками своими. Боже мой. Это третья, четвертая, да? Вместе. А? Это третья, четвертая фаза? Или что вы рисуете? Я рисую сейчас шесть клеток. Шесть клеток. Я вам просто хочу понять, где разница между накоплением до биологического барьера и после биологического барьера. Я их рисую шестигранными, хотя это для меня очень трудно, но, чтобы вы понимали, да, откуда берется вообще, почему шестигранная структура воды, почему она так полезна, именно когда снежинка в воде. Потому что у нас организм устроен по той же матрице шестигранной. Ну, накопление в мезонхиме это накопление вот в этой части. Да. Мезонхима это межклеточное пространство. Это пространство, которое окружает клеточки нашего организма. То есть они как бы плавают в мезонхиме, но у нее структура достаточно сложная, то есть она устроена очень сложно. Это, ну, вообще мезонхима, это не просто какой-то гель, в котором погружены клетки. Очень сложно устроена структура и она очень жестко зависит от PH как раз. И от PH очень жестко зависят рецепторы клеток. Вот каждая клетка имеет сотни рецепторов на своей поверхности и похожа на ежа. И в зависимости от потребности клетки, например, ей на каком-то этапе метаболизма идет сигнал из ядра, что надо, например, цинк нужен. Тут же активизируется рецептор, который ловит цинк. И если цинк проплывал, 2+, он будет захвачен этим рецептором и протянут в клетку. То есть прямого транспорта не происходит. Единственная молекула, которая может беспрепятственно поступать в организм, в клетку, это вода с теми параметрами, которые были выше указаны. 106 градусов. И это единственное. Все остальное через систему специальных ключей. То есть есть рецептор, есть потребность и так далее. Точно так же и обратная связь с клеточкой. Выход из клетки определенных веществ тоже не может быть просто так. Если есть потребность в каких-то метаболитах, клетка всегда вырабатывает что-то полезное для всего организма. То есть какие-то метаболиты, которые нужны всему организму. И при необходимости она отдает их в кровь. Вот это называется обмен веществ. Когда вам говорят, что ваше заболевание связано с нарушением обмена веществ. Это вообще ни о чем. Любое заболевание всегда связано с нарушением обмена веществ на клеточном уровне. Всегда. То есть даже которое мы не замечаем. Даже не заболевание. Даже просто какой-то дисбаланс. Это всегда нарушение обмена веществ. Поэтому это общая отговорка, которая ни о чем не говорит. Так вот накопление, которое на третьей фазе у нас есть в межклеточном веществе, это накопление, вот например, если мы берем мезонхиму, вот в этом пространстве, точками я указала токсины. Как правило, они имеют кислую реакцию. Это либо кислоты, либо соли кислот, скорее всего, соли кислот, либо какие-то токсичные вещества, либо вирусы. Они могут наполнять там, либо какие-то бактерии, все что угодно. То есть они вот там как-то ползают, где-то там трутся возле наших клеток. Это накопление имеет свой предел. То есть понятно, что резервуар когда-то будет переполнен. Он наполняется, наполняется, но он не безграничен. И когда накапливается слишком большое количество вот этих токсинов, межклеточные вещества, а мы как их видим, вот эти токсины, ну опять же, пигментные пятна, всякие там какие-то раздражения, шелушения, это все накопление кислоты, которую организм пытается отторгнуть. Или каким-то образом в резервуар какой-то загнать, все собрать, однотипные, чтобы оно в одном месте было, чтобы не качалось по всему организму и не нарушало метаболизм. Но в какой-то момент кислотность очень сильно падает, то есть происходит закисление вот этой среды вследствие накопления вот этих вот кислот, токсинов, и рецепторы уже не могут быть выставлены, даже если у клетки есть потребность. Они работают при определенных электрических состояниях. То есть если здесь 7,5, а мезонхима, она щелочнее, чем кровь. Просто чтобы вы знали. И вообще лимфа, у нее диапазон от 7,4, как у крови, до 9. Представляете? То есть здесь может быть очень-очень-очень щелочная реакция. Но когда накапливаются токсины, кислотность повышается, бороться организм с этим уже не может, и все рецепторы прекращают свою работу. То есть клетка уже не может выполнять функцию поддержки общего гомеостаза. Она переходит в состояние обороны. То есть вот она начинает переходить в фазу обороны. То есть когда поставили, да, у нее какие-то запасы там есть, она будет терпеливо работать и ждать, пока все здесь очистится. То есть есть такая надежда у нее. Но если этого не происходит, в конечном итоге токсины имеют возможность преодолеть мембрану. То есть уже механизма защитного не срабатывается. То есть клетка настолько ослабляется. И вот этот как раз вот барьер, и есть биологический барьер. То есть это мембранный барьер. И когда токсины поступают внутрь клетки, то есть это уже накопление внутриклеточное. Вот здесь начинаются по реке Вегу необратимые процессы. То есть если все настолько запущено, что уже поступает в клетку, начинается внутриклеточное наполнение. Следовательно, эта клетка уже не клетка вашего организма, а некое уже существо. Киллер. Ну, не киллер, нет, нет. Она сама страдает, да. Но она уже не выполняет функции вашего организма. Она уже не работает так, как ей нужно. Она теряет связь с другими клетками. Между всеми клетками есть коммуникации. То есть они все взаимосвязаны. У нас вообще весь организм, ну, грубо говоря, клеточка там ногтя большого пальца стопы знает, что происходит с клеточкой уха там, ну и так далее. То есть через вот эти вот мостики, в которые заполнены водой, через изменение к информации воды весь организм, это называется целостность. Почему раньше там, например, врач назывался целитель? То есть он восстанавливал эту целостность. Когда все клетки слышат друг друга, всегда могут сказать, так, там опасность, да, оттуда пошли, там все. То есть, да, то есть есть... Это невероятная клетка, получается. Она уже, эта клетка уже никого не слышит, она слышит только себя. Либо она перерождается в рак. Черная дыра называется. Да, она перерождается. Как правило, здесь нарушается кровоток. Мы говорили с вами, что кислая кровь, она слипается. Следовательно, кровотока нет, ощелачивания нет. Клетка вынуждена переходить на бескислородный способ метаболизма. То есть она превращается из аэробной клетки в анаэробную. И это какая клетка? Добро раковая. Сначала это предрак. То есть следующий, вот, этап, да, когда начинается накопление, возникает доброкачественный процесс. Но я не сторонник слова доброкачественные, потому что у человека какой-то ху, доброкачественный. То есть там слово «добро» еще и «качественный». То есть он добрый и качественный. Это неправильное слово, это предрак. А мы как бы называем, да, у меня что-то нашли, но это доброкачественное. И человек как бы успокаивается, что это доброкачественное. Качественное еще и доброе. Но в целом это все, это вот предпоследний звонок. И после этого уже у нас, естественно, идет онкология. Что такое онкология? Это уже изменение ДНК состава. То есть это изменение трансляции белка. То есть клетка, она совершенно по-другому начинает себя вести. Токсины из внутриклеточного пространства уже проникают в ядро и способны влиять на трансляцию генома. То есть на то, как ведет себя геном. И я не знаю по какой причине, но миллиарды существующих токсинов, вирусов, бактерий, тяжелых металлов и так далее. Имея разную абсолютно структуру, приводит к одному и тому же процессу. То есть запускает одну и ту же программу в каждой клетке. Это бесконтрольное деление. То есть одна программа. То есть чик, тумблер приключился и все. Она просто начала творить себе подобных. При этом это происходит в иноэробных условиях. В кислой среде, соответственно, как мы уходим от этого? Убираем кислоту. То есть по виватону необратимого нет. То есть вообще та концепция, которую мы вам даем. Вот Реки Век считала, что все, что ушло за биологический барьер, все. Ну там, если ты вот там, ты уже не рыпайся. Ты можешь только уйти в ремиссию. То есть не дать развиться дальше. Но сегодня мы живем в 21 веке. Инструменты на уровне огонь позволяют вам очень с высокой долей вероятности решать проблемы с шестой стадией. Естественно, это уже будет не на первых трех уровнях. Мы говорили об этом. Это будет на четвертом уровне. И кто готов, кто рискнет. Это определенные, конечно, изменения мировоззрения. Порой кардинальные. Но это возможно. Это возможно. Дальше. Очень интересно. Я всегда даю картинку для того, чтобы вы с уважением, опять же, относились к вашему организму. Чтобы вы с благоговением просто доверяли всему тому, что происходит. Кто-то читал книгу Левит. В Библии есть такая книга, книга Левит. И там описано строительство храма. То есть там дается описание, сколько локтей шириной, сколько локтей длиной. Но в целом, что из себя представляет храм? Это прямоугольник. Прямоугольник. Это как бы завешанный полотнами. То есть люди никто не видит. Белые полотна на столбах. И мы не видим, что за этими полотнами. Но есть внутренний двор. То есть вот человек прошел, тут умывальник какой-то. Ну и жертвенник. Жертвенник, да? Есть... Сюда человек заходит, приносит жертву. Тут священник и так далее. Здесь еще один вход, да? Следующее помещение. Святое. То есть некое помещение, куда один раз в год. Тут рукомойник какой-то. Тут стол хлебов предложения. Тут светильник. Ну то есть какие-то штуки. И сюда имел право заходить один раз в год только первое. Все. На сегодня все. Благодарю. Завтра начинаем с культуры питания. С уровня земля. Скрижали за... Вам не напоминает это клетку? С ее устройства. Это один в один. То есть один в один. Рецепторный аппарат. Это первый барьер. То есть никто не может зайти. Только человек с жертвой. Что жертва? Любой микроэлемент, аминокислота это жертва. То есть некий дар, который если приносит кровь, он проходит во внутренний двор. Здесь у нас цитозоль. Он достаточно устроен сложно. Здесь просто так никто не перемещается вправо-влево. Здесь сортировка происходит. У ядра есть своя мембрана. То есть в ядро вообще ничего не поступает. Там есть поры в ядре. Оттуда только выходит транспортная РНК. И трансляция белка происходит снаружи. И есть только там несколько каких-то молекул, которые имеют право... Персвященники такие. Да, они имеют право в эти поры заходить. У них есть какая-то такая... Доступ. Доступ, да. Что находится в ядре? В святом святых. Вот в этом. Скрижали завета. Это хромосомы двойные, продублированные скрижали. Ну, их там разное количество у разных людей. Но в целом это книга жизни. То есть это те самые... Та информация, которая записана для строительства всего организма. То есть в каждой клетке именно с этих скрижалей считывается информация. Буквально есть книга «Лингвистика. Волновой геном», которая говорит о том, что хромосомы, они устроены как книга. Почитайте Горяева. Петр Петрович Горяев. Потрясающая книга. «Лингвистика. Волновой геном». Он ученый. Он как бы друг нобелевских лауреатов. Это гений просто. И он показывает, что и считывание информации с хромосом, и самоустройство хромосом, и трансляция белка устроены по лингвистическому принципу. По принципу контекстности. Это не тупой перевод нуклеотидных последовательностей на аминокислоты. То есть каким-то образом рибосома считывает контекст, и согласно этому она воспринимает одни и те же нуклеотидные последовательности и разные аминокислоты. Это вообще-то Нобелевская премия. Но эти все данные заглушаются сейчас. Вы просто посмотрите. Это колоссально интересная книга. «Лингвистика. Волновой геном». Он говорит, что есть в хромосомах аммонимы, антонимы, разные. То есть он считывает контекст. То есть как бы вот рибосома каким-то образом считывает целый абзац. И, например, есть там слово «лук», как вот у нас. То есть для того, чтобы определить, какую аминокислоту выбрать, это лук, который едят, или лук, с которого стреляют, или это английское слово «лук». То есть он считывает контекст и подбирает. Хотя нуклеотид один и тот же. Представляете, как круто, да? Это вот наше устройство наших клеток. Поэтому смотрите, чем глубже проникает патологический процесс, тем инструменты более высокого уровня мы вынуждены использовать для удаления этого всего. Опять же, берем насморк. Он вообще в клетки не проникает, да? То есть там лимфа сразу выплевывает все это. Если это воспаление, опять же, клетки защищены. Это кровяной процесс. То есть это процесс в крови происходит. Повышение температуры и так далее. Клетки вообще не задействованы. Накопление – это уже касается клеток. То есть в буквальном смысле касается. Внутреннее накопление – это уже внутри клеток. И так далее. И чем глубже вы уходите, тем инструменты более высокого уровня вы используете. Поэтому к вопросу о том, что, например, ну, частый вопрос, сколько мне сделать пропиток. Вот у меня там рак щитовидной железы, например, человек приходит, да? Ну, сколько вот пропиток мне сделать, да? Ну, вот мы мне гарантию дали, что уйдет, да? Ну, я знаю, на моей практике есть люди, которые от рака уходили на пропитках, да? Это не вопрос, да? Избавиться от какой-то физической патологии. Не вопрос. С разной степенью у разных людей, с разной степенью запущенности эмоциональности. Как вы можете ответить на этот вопрос? Препаратные. В целом, это невозможно сделать в использовании материальных препаратов. Невозможно. Просто знайте об этом, да? Даже если вы убираете заболевание с физического уровня. На информационном оно остается. И вы всю жизнь живете в ремиссии, под домокловым мечом. Вы можете прожить так десятилетия, но это не жизнь. То есть, фактически, вам нужно все-таки найти истоки и раз и навсегда убрать это все. Раз и навсегда изменить отношение к каким-то людям. Раз и навсегда простить обиды не умом, а сердцем. Раз и навсегда изменить взаимодействие с другими людьми. Это делается раз и навсегда. Это изменение характера. Вот там, да. Поэтому это не всем людям объяснишь. И чаще всего я поступаю хитрее на вопрос, сколько мне пропиток нужно. Я говорю, 40. Слава богу, хорошо, давайте график мне там делайте, там все такое. Но по мере того, как вы пропитываете, вы помните, что он воздействует на все уровни, да? Здесь маленькая хитрость. Если тут он, когда к вам пришел, слышать даже не хотел. Ему надо было сказать, куда помазать и что выпить, чтобы он выздоровел. Он не хочет слушать вообще там, господи, какое УВП. Там я уж не говорю про то, что, боже, вы, наверное, там, ну, какие-то проблемы с мамочкой у вас, да? Он скажет, ну, до свидания. Но здесь начинается что? Возрастание энергии. Для чего нам нужны 7% возрастания энергии? Для чего мы из воды берем 13%? Для чего из воздуха 20%? Для чего? Чтобы получить энергию, то есть вот энергия осознанности. Только для этого нужны все предыдущие три материальных уровня. Энергия осознания. То есть здесь, когда вы уже понимаете, что вы душа, что вы полевая структура, да? Вот это все нужно только для того, чтобы вы это поняли наконец, да? То есть чтобы вы услышали какую-то информацию. И чтобы вы сказали, боже, да это секта, да? То есть если вы находитесь на этом уровне, вы скажете, это просто люди сумасшедшие, да? А здесь вы уже так не скажете. Что-то в этом есть, да? А потом так хоп, прикоснулся, еще раз прикоснулся, посмотрел. И везде находишь зерно. Вот чтобы вы, да, чтобы вы... Нет, ладно, там гипноз есть, конечно. Секта, это гипноз. Нет, есть и гипноз. Тренинги личностного роста. Все это очень опасно. Но чтобы разбираться в этом, нужно поднять уровень осознанности. Чтобы не быть ведомым мнениями других людей, вы должны учиться соображать и чувствовать сами. И это делается с элементарных вещей, с которых мы завтра с вами начнем. Со свинины, с кислотной, с кока-колой. Вот оттуда начинается, как бы это уже примитивно не было. Понимаете, где мы копаемся, да? То есть 80% интернет-ресурсов как раз еще копаются на уровне земля. То есть они говорят, что есть, что не есть, чтобы болеть или не болеть раком. То есть они копаются еще тут. До воды дошли очень немногие. Про воздух я вообще молчу. Это люди, которые там ездят в Индию, там они осваивают пранаяние. Они хоть как-то начинают что-то понимать, осознавать, да? Я уж про это молчу. Поэтому вот начинаем снизу, это логично, да? Начать снизу и начать накапливать заряд батарейки. Продолжим вчерашнюю тему. Я не стираю пока эту таблицу. Храм я стираю, клетку я стираю. Здесь все понятно, да? Прониклись уважением к своему телу, к клеточкам, да? То есть доверие должно появиться. Любое, все, что происходит в вашем организме, не боритесь с этим. Не боритесь, а поймите, как можно помочь организму и где истоки вот этих состояний. Вот это то, что нужно менять в жизни, но не саму болезнь. Здесь очень важно, что понимать. Вот вроде бы все, все есть. По кивегу считается, что все, что перешло на четвертый уровень, оно уже необратимо. В действительности все обратимо. Пока вы живы, пока вы дышите, пока вы смотрите, все возможно. То есть нет ничего невозможного. Но это невозможно на уровне земля. То есть на уровне воздействия земля действительно выйти отсюда уже невозможно. То есть никакими системами питания, ничем вы не вернетесь обратно, если вы преодолен биологический барьер. Очень часто мы слышим, что люди исцеляются, переходят на сыроедение или на вегетарианство, и все диагнозы уходят. Но в практике, вот я лично наблюдаю, какую ситуацию, что действительно переход на растительную пищу очень значительно выравнивает здоровье. Очень хорошо. То есть действительно могут уйти и псориазы, и какие-то неизлечимые заболевания и так далее. Но как только человек возвращается к предыдущему образу жизни, все возвращается. То есть получается, что есть механизмы, которые переводят заболевание в спящий режим, в режим ремиссии. Поэтому вы должны быть очень грамотными людьми. Если что-то вам пытаются протиснуть, что вот это излечит вас, это может быть экстрасенс, я не знаю, порчат. Сейчас мы порчу с вас снимем, это все порчат, там и все. У вас, значит, киста из почки уйдет, все. Вот бегите оттуда как можно скорее. Потому что задача найти истоки только вы можете. Никто не может, ни один человек на планете. Поэтому доверяем телу и идем по лестнице вверх. Что здесь важно знать? Вот эту таблицу вы можете распечатать в интернете, найти. Там для каждого органа и для каждой системы показан путь. Мы на примере кожи рассматривали с вами пот, покраснение, гиперемия. Затем прыщи. Накопление – это будут пигментные пятнышки. Дальше это будут какие-нибудь нейродермит. Потом это будет еще что-то. Ну, еще что-то. И меланома. То есть все заканчивается раком кожи. То есть это как бы этапы одного процесса. Если мы возьмем с вами систему, например, легкие. Легкие. Здесь что будет у нас? Мокрота. То есть мы будем кашлять. Легкие будут очищаться так, как они умеют. На втором этапе будет повышение температуры. С сохранением вот этого всего. То есть все предыдущие этапы остаются. Если мы затушили как-то этот процесс, он не преодолен. Он будет накопление. То есть в легких будут какие-то там пятна. Ну, на рентгене. Какие-то там сгустки и так далее. Все это накапливается годами. Порой годами. Потом уже внутриклеточное накопление. Это уже будет какой-нибудь силикоз или антрокоз. Потом уже доброкачественное образование и рак легких. Вот как оно развивается. Итак, любую систему возьмем и пройдемся от начала и до конца. Вот это все начинается у нас в детстве. И если мама грамотная, если мы все в курсе, то вот здесь мы и остаемся. Мы туда вообще в течение жизни не должны уходить. Но уходим туда огромными массами вследствие непонимания этих процессов. Эту таблицу вы можете распечатать. Она доступна по всем органам и системам. Вы можете... Какая она называется? Таблица Рекке Вега. Это таблица Рекке Вега. Таблица. Его зовут Хайнс. Хайнрих. Это немец. Рек-ке-ве-г. Это врач-гомеопат. Он не единственный, кто предложил вот такую систему. Просто очень она получила через немецких гомеопатов хорошее, ну как бы сказать, оформление, хорошее обоснование. Да, то есть она очень понятна всем. Она действительно рабочая. Я вам говорила, что я вот эти данные услышала от Екатерины Михайловны, которая понятия не имеет, вот такой Рекке Вег, но она мне говорила все то же самое. Она пришла этому своим практическим путем. И очень от многих людей вы можете услышать то же самое. Они не слышали про это, про все, но это их практические знания. То есть это говорит о том, что какой-то универсальный характер имеет. Поэтому Рекке Вег просто он везде, как бы его многие знают. И так далее. Важный аспект еще, очень важный аспект. Что когда вы, например, по таблице посмотрели себя, да, ну нашли себя, например, вот на этой стадии или на этой, да, где-то, ну вот какие-то узлы в щитоветке у кого-то, у кого-то там миома, у кого-то там, ну доброкачественный процесс, например. Да, вот нашли, что делать, да. То есть хочется как бы вот быть здоровым. Но в Библии есть книга такая очень хорошая. Она называется «Песень-песни Соломона». Это книга, написанная молодым Соломоном. Он вообще написал три книги. В юности он написал «Песень-песни», в зрелости он написал «Книга-притчей», это книга мудрости Соломона. И в зрелом, престарелом возрасте он написал «Экклесиаст». Это очень интересные все данные. Но что было в «Песне-песне»? Ее даже не хотели включать в канон священного писания, потому что она, ну, носит эротический характер. То есть там описывается любовь мужчины и женщины в таких красках, что, ну, как бы читаешь и думаешь, ух ты, Соломон, да. На самом деле все, что описывается там, это аллегория. Это описание взаимоотношений души человека и Бога. Души в виде возлюбленной и Бога в виде возлюбленного. Ну, краткий сюжет, да. Возлюбленная дома сидит там что-то, она как-то готовится встретить своего возлюбленного. Он приходит, а оказывается так, что она не готова открыть ему дверь. Он стучит-стучит, она там то-то не одета, то ли что-то там. В общем, пока она там все это делала, открывает его уже нет. И она собирается в ночь, идет, выходит в город, идет к воротам его города, ее избивают охранники, ее в город не пускают. Она как бы идет, плачет, где же ты, мой возлюбленный, почему, куда ты ушел, там, как тебя найти и так далее, и так далее. То есть аллегория какая? Бог стучится в сердце, мы как бы эгоистично, ну, что-то там у нас свои дела, он уже уходит, и вы вынуждены, воплощаясь на земле, его искать. То есть мы идем по его следам, грубо говоря. Потому что следы Бога на земле это что? Это не следы стоп, которые надо целовать, и не плащаницы, и не иконы. Это законы физики, это законы Вселенной, которые она устроена, это законы устройства нашей души, нашего тела, биохимия, химия, вся наука. Это следы Бога на земле. То есть это законы, которые он оставил, чтобы по ним мы его нашли. И вот идет эта возлюбленная, значит, плачет, в общем, страдает, в общем, проходит какой-то там период очень сложных ситуаций. И вдруг слышит голос от возлюбленного, который ей говорит, что если ты хочешь, а, уходя от дома моего, оставляй знаки и путевые столбы, для того, чтобы, когда ты захочешь ко мне вернуться, ты по ним могла найти дорогу. Вот фактически знаки и путевые столбы, вот лично для вас, ну для каждого из вас, это симптомы, диагнозы, время наступления, это эмоциональное состояние, стрессы. Мы помним, да, у нас память есть, это наши знаки и столбы. И для того, чтобы вернуться к духовной чистоте, вообще к физической чистоте, мы, имея эти знаки, знаем, как возвращаться, правда же? Соответственно, вы, например, вот отсюда попасть, вот сюда не сможете. Вы пойдете по знакам, вы пойдете через все предыдущие этапы, через которые вы шли порою десятилетиями, да, вот вообще с третьей по шестую фазу проходит от 10 до 50 лет. У всех по-разному. Но в среднем от 10 до 50 лет разворачивается программа какая-то, да, разрядка идет через болезнь. И возвращаться вы будете так же, как шли туда. То есть через все вот эти вот... Это очень важно вам знать, когда вы будете работать с виватоном, с людьми. Очень часто вы будете слышать, что там, например, после пропитки, у меня никогда... Я только в детстве болел там какими-то легочными, а сейчас у меня прямо как в детстве, да, то есть вот оно все сидело внутри. И сейчас организм получает возможность перевести все это в стадию воспаления, наконец-таки естественным путем все это переработать и убрать. Поэтому, когда мы работаем с виватоном, чему мы радуемся больше всего, как вы думаете? Сосложнение. Да, то есть диарея, кашель, люди там сутками, да, у них выходит там какая-то гадость. Рвота, всякие там, боже, я хожу и пять раз в день моюсь, от меня пахнет ужасно, да, это говорит о том, что кожа очищается от токсинов. Какие там, ну, то есть все, что... Скажите, а тяжелые случаи были от него? Вот пришел к вам такой прям чуть ли не помер человек. Нет, 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 нет. На самом деле, да, вот... Нет, 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 никогда резких каких-то вещей не будет. Резкого обострения не будет? Нет, ну как будет, ну, может быть. Чем оно быстрее наступает, тем лучше иммунная система, то есть тем быстрее она реагирует на изменения. А у больного какой может быть обострения? Да никакого. У онка, у них все процессы настолько запущены, что, вот знаете, перевести холодный процесс, который там 50 лет формировался в горячий, да шиш, не получится. Это будет очень-очень долго. Это будут восстанавливаться звенья иммунной системы. Все это пройдет незаметно. То, что он будет чувствовать, нет, 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 нет. То есть он просто будет чувствовать облегчение. Двиватон снимает боль. Он как бы, ну, как-то вот, они лучше себя чувствуют, улучшается качество жизни. А внутренние процессы у всех идут с разной степенью, ну, с разной скоростью. Но в целом, излечение от любой патологии занимает 10% времени, то есть от начала формирования. То есть вот этот путь, он, например, длился 50 лет, а обратный будет длиться 5 лет. Если это было там 2 года, то понадобится 2 месяца упорной работы. Поэтому чем запущена не патология, это, в принципе, это работает. Вот я наблюдаю, что, например, с артрозами приходят, с какими-то там запущенными, да, которые у них там в первые там звоночки были в 20 лет, а ей сейчас 50, то есть 30 лет. Я настраиваю всех, говорю, что, как бы, у нас результат будет после первой процедуры. То есть вы это почувствуете, вы это увидите, да, суставы пропитываешь, они горячие, там, все, значит, выбросы у нас там, все хорошо. Но стать, как бы, человеком без артроза, вот в таком режиме вы сможете, ну, года через 3. И то, если мы найдем истоки на уровне огонь. Понятно, да? А так мы говорим только о ремиссии. А вы сами их находите или вы им объясните, что они на это... Ни в коем случае, никогда сами вы ничего не находите. Этим занимаются всякие там колдуны, маги там и так далее, то есть они какие-то портящиеся. Ни в коем случае не суетесь вообще в чужую жизнь. Но как вы людям объясняете? Инструменты. Есть инструменты, да, вот, ну, надо построить дом, вот тебе лопата, да, вот тебе там цемент, все, вот, а строить ты, может, будешь, не будешь, не знаю. Вы им объясняете? Конечно, 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 конечно. Есть там такие-то эмоции, которые могут влиять на то или другое? Вы должны сами... Теорию я не даю. Вот то, что вы говорите сейчас, это теория, а мы занимаемся практикой. Ну, как вы людям это преподносите? А это на уровне огонь. Как на уровне? По мере пропиток человек начинает слышать. Я вот об этом уже говорила. То есть он приходит, вообще не вздумайте ему об этом сказать. Он приходит, чтобы вы ему сказали, сколько надо сделать пропиток, чтобы у него ушел там артроз коленного сустава. Вы ему говорите, 20-30 пропиток, например, да, плюс примочки мухомором там, ну, и всякие такие штуки. Но по мере того, как очищается его организм, очищается его сознание. И тут уже пропитка идет полтора часа. Вы же там болтаете там. Вы с ним общаетесь, наверное? Конечно. Я прощупываю почву, я смотрю, что могу я сказать, а что еще рано. Ну, и так далее. А потом они сами начинают спрашивать, им интересно. А вы забрасываете просто зернышки, смотрите, прорастают они или нет. Если не прорастает, не суйтесь. Пропитывайте, ему станет легче в любом случае. Вот он работает. Просто потом пройдет год, у него все вернется. Ну, как-то так. Да? Либо просто пожизненная какая-то там, пожизненная терапия. Так. Это понятно, да? Это очень важно было. Это то, что я вчера не сказала. То есть мы будем возвращаться через все вот эти стадии. Когда мы дойдем, вот здесь как бы холодный процесс, да? А это вот все, горячий процесс. И когда мы на стадии горячего процесса, радуйтесь и ликуйте. Это супер. А вся медицина у нас что? Гасит огонь. Оздоровление. А вот еще вот у нас, когда купались в этих, в проруби, да? И это же было, когда, например, маленького ребенка опускали в прорубь, да? Дальше его запаковывали, всему. То внутренние органы, они нагреваются. Ну да, расширение. Для переохлаждения внутренние органы у нас нагревались. И сгорало вся вот эта вот... Здесь не переохлаждение. Тут шок. Это шоковое. Это шоковое состояние, да. Охлаждение идет. А когда у нас здесь охлаждение, у нас внутренние органы начинают нагреваться. И когда его закутывали всего, и любого человека, да? Не обязательно маленького, и большого тоже, то внутренние органы, и там начиналась температура, которая, в общем, где-то 40-41 градус поднимала. И вот это вот все, вам вот этот вот весь, он сгорал. Ну сейчас вы знаете, что... Это я, новый, новый. Это вот религия как бы наша придумала, вот это вот купание в этих купелев, в ледяных, в ледяных трубках. Мы об этом поговорим, тоже, да, про моржевание. Там есть ряд... Это только после бани. Это да, да. А, ну да, да, да. Когда дельта, да. Это только после бани, и сразу туда, и в спальный мешок, вот так вот. Сейчас знаете, какими современными способами выводят температуру на 40 у людей? Вот они не болеют, у них нет сил. Перекись вводят внутривенно, бетулин внутривенно, солодку внутривенно. Все это повышает температуру где-то часов на 5 до 40 градусов. Люди лихорадка, озноб там, ды-ды-ды-ды-ды. Но, как бы круто. Да, как вариант, если все остальное уже... Как бы перезагружает вообще мозги компьютер. Да, всего очень много, все используйте. Все, что интуиция вам подсказывает, что это ваше. А вот в детском саду этим промышляли. Да, мы тоже. Покорение, так то... Конечно. Вы помните, вы дышали, дышали, в вашем солнечном склетении так... Опа! Да. Или вот на основном отеле, на дамбе, или... Ну, это не гипоксия, это немножко другое. Да, вот. Ну, в общем, принцип тот же. Да. Едем дальше, да? Запишите. Иерархия органов. Вам это понадобится для того, чтобы понимать лучше, еще лучше понимать логику организма. Для того, чтобы еще сильнее его уважать. Как вы считаете, ой-ой-ой, какой самый важный орган в нашем теле, без которого мы не можем жить? Мозг, конечно. Мозг, конечно. Для чего сердце стучит? Для того, чтобы снабдить кислородом головной мозг. Это самый главный передаточный узел. Из духовного мира в мир материальный. Мозг, пишем. Головной мозг, конечно. Потому что голова профессора Доули. Есть такая книга? Собачье сердце тоже, конечно, есть. Но без мозгов сердце не нужно вообще. На втором месте, конечно, сердечно-сосудистая. Мы ее не делим. Сердечно-сосудистая система. Сюда входит и сердце, и все сосуды, и все питание жидкостное с помощью крови, которое осуществляется. Естественно, по значимости это номер два. И вы когда помните, мы с вами говорили, что для поддержания кислотно-щелочного баланса нам нужно... Ну, буферные системы есть. То есть несколько степеней защиты крови от смещения в сторону кислоты или в сторону щелочи. Несколько степеней защиты. Поэтому у нас кровь приблизительно у всех одинаковая. Вне зависимости от того, что есть более запущенные формы особей человеческих и менее запущенные. У мозга еще больше степеней защиты. Вы знаете, что он омывается? Ликваром. Это специальная жидкость, которая обновляется пять раз в сутки. Это одна из самых электроотрицательных жидкостей нашего тела. Это, ну, там гематоэнцефалический барьер существует от проникновения вирусов. То есть мозг защищен намного сильнее, чем кровеносная система. Прошу прощения. Поэтому мозг главнее, потому что он защищен сильнее. Сердечно-сосудистая. Далее, как вы думаете? Вот сейчас все удивятся. Органы чувств. Представляете, важнее, чем печенка. И даже легкие. Обоняние, осязание. Вкус. Слух. Цвет. Ну, зрение. То есть все органы чувств. Фактически, если представить наш мозг записывающим устройством, компьютером, да, то с помощью органов чувств вы получаете информацию по пяти дорожкам. Сколько у нас? Пять органов, шесть органов чувств. Ну, шестое чувство – это там какое-то такое. Пять органов чувств, да? И это вот те пять. Возвращение, осязание, двене, а. Обоняние. Слух. Слух, да. Пять дорожек, записывающих цифровые дорожки, да? То есть по пяти дорожкам с помощью органов чувств в мозг закладывается память. То есть память состоит, и ощущения, как бы, мысли человека, они формируются из считывания информации. Снаружи идет по пяти дорожкам. Это органы чувств. Если хотя бы одна из них ломается, то уже запись неполноценно идет. Для организма очень важна именно вот эта полноценность. Поэтому зрение, слух, если начинают падать резко вдруг, как шутят очень многие люди, которые знакомы с этим, они говорят, значит, время данной инкарнации подходит к концу. Ну, это если резко начинается снижение слуха, резко снижение слуха, это очень опасный звоночек. Вот. Поэтому органы чувств. Далее. Внутренние органы, мы их не будем подразделять, внутренние органы, сюда относятся и печень, и кишечник, и почки, и селезенки, и печенки, все здесь. Среди них, безусловно, есть иерархия. Есть орган, который можно удалить и спокойно жить, ну, никак спокойно, ну, селезенку, да, можно удалить. До 60-х годов вообще не знали, зачем она нужна. Да, да, совершенно, замените гормончиком щитовидку. Я знаю несколько людей. Совершенно верно. Поэтому есть, ну, печень удалить уже не получится. Да, ее можно... Ну, что ж так. Глотните панечку. Вот. Можно упражнить селезенку. Да. Она считается, что он паратомик крыльным депором. Да. И, как бы, если удаляют, что мы теряем, в общем-то? Не, ну, много чего теряем, потому что она и участвует в лимфатическом обмене, она очищает лимфу. То есть орган для иммуносистемы колоссальную важность имеет. Поэтому... Но без нее можно жить, то есть организм приспособится. Желудок можно вырезать и жить, но это будет уже... Ну, тем не менее, да, есть более важные и менее важные. Те, которые очень важные, они попарно у нас существуют. Почки, например, да? Так. Далее. Кости, кожа, волосы. Ну, тут же ногти. Мышцы. Вы знаете, что при нехватке белка... Откуда берет организм белок, если голодание там и так далее, из мышц? То есть он жертвует мышцами для спасения чего? Для восполнения питания головного мозга. То есть в режиме СОС. Вообще все вот эти системы работают на него. Все, что происходит в организме, это он запускает. Далее. Суставы. И здесь уже... Здесь уже вот мы с вами, помните, записывали, где скапливаются токсины, да? Суставы. Далее мезенхима. Мезклеточная жидкость. И жировая ткань. Вот вам... То есть вот это как бы наименее важно. Оно не неважно. То есть это очень важные органы, суставы. Они обеспечивают нашу подвижность и так далее. Но в режиме, когда происходит угнетение каких-то функций организма, как работает эта система? Она для спасения более важного жертвует менее важным. Ну, пример голодовки мы с вами сказали. Жертвовать будет мышцами для восполнения белкового питания мозга. В случае, если идет закисление крови... У нас больше всего этот вопрос. То есть кровь закисляется. Кислая кровь густая. Это опасно. Это ишемия. Это нарушение кровообращения. Надо ее ощелочить. За счет чего, если недостаток в пище минеральных веществ, если недостаток щелочей, а у нас у всех недостаток, да? Откуда будет брать сердце и кровь вещества для спасения? Из костей. То есть кости – это наше минеральное депо щелочных элементов. Там кальций и магний. Они дают в смеси с водой очень щелочную реакцию. Соответственно, при поступлении, например, критических доз кислот в организм человека. Вот вы выпили пол баночки уксусной эссенции. Возможно, летальный исход. Потому что идет сгущение крови. И фактически вы можете умереть от ишемии какого-либо органа, который изначально уже страдал. Что происходит? Резкий выброс кальция в кровь. Откуда кальций возьмется? Только отсюда. Это может быть резкий выброс калии натрия из нервной ткани. И обесточивание нервных волокон. То есть для спасения он будет использовать ресурсы. Очень часто кожа, волосы, ногти. Да, мы видим с вами, что мужчины, например, лысеют сейчас очень-очень рано. В связи с чем? Женщины и мужчины стареют. То есть если мы видим, например, там, ну я не знаю, мы сейчас уже не видим таких примеров. Но есть примеры людей, которым можно дать и 20 лет, и 50. То есть это бывает такое. А в большинстве почему теряются волосы? То же самое. Это минеральное депо. Если у женщины есть механизм сброса кислоты ежемесячной. Месячная это что? Это сброс яйцеклетки неоплодотворенной. Плюс это сброс. Организм пользуется у современных женщин сейчас этой возможностью. Выводит через матку продукты обмена кислые, токсины. То есть вместе с этими истечениями мы очищаемся, женщины, ежемесячно. И поэтому женщины меньше подвержены ацедозным кризам, чем мужчины. А мужчины за счет чего выводят больше всего? За счет пота. Да, пот. Потому что у мужчин больше образуются кислоты в организме. Они как бы и мышц у них больше, и подвижности больше, как правило. Не всегда, но как правило. Да, и поскольку у них нет ежемесячного очищения, организм вынужден эти кислоты выводить с потом. Но если их все равно больше, он использует для нейтрализации кислоты микроэлементы, из которых состоят кожа, волосы, ногти. Там очень много кремния. Кальция там почти нет, кстати. Кремний используется для нейтрализации кислоты. Поэтому идет потеря волос. Еще что-то важное. А, очень интересно с этой точки зрения рассмотреть, что такое климакс. Никто не задумывался? А это вот как раз нарушение. Это нарушение. Но смотрите, это нарушение... Нет, я уже принесла стул из кабинета. Что такое климакс? Это прекращение у женщины очищения с помощью месячных. И она автоматически переходит на мужской тип переработки токсинов. На мужской и на детский тип. Это какой? Повышение температуры тела прилива жара. И пот. То есть это... Да, когда окатит. То есть она переходит на мужской тип. Происходит что у нее в этот момент? Если она не увеличивает употребление щелочей, там и так далее. То есть все остается как есть. Потеря волос. Ну и так далее. Да, все. Менопауза и истончение костей. То есть остеопороз. Это считается уже классика. То есть менопауза началась. Все будет, значит, остеопороз, потеря волос. И увеличение еще в объемах. Да, потому что нужна будет жировая ткань, как депо, чтобы кислоты каким-то образом где-то накапливать, но не в крови. Понятно? То есть это не гормоны, мои хорошие. Это не стрессы. Это кислотно-щелочное равновесие. И для того, чтобы спасти важный самый орган мозг и кровь, вот будут все эти процессы. Да? Поэтому с ними бороться не надо. Желательно сделать так, чтобы месячные возобновились. Это в идеале. Потому что количество яйцеклеток у женщин рассчитано на 400 лет. Это только детородный период. Ну то есть мы рождаемся с количеством яйцеклеток, которых хватает на 400 лет рождения ребенка каждый год. Так. Да, климакс у нас сейчас начинается в 40-45 уже. Что-то уже начинают думать. На всех четырех уровнях? Почему затухает эта функция? Больше всего из-за СМИ. СМИ. И пенсия. То есть вот не поверите, да? Программа того, что 55 лет для женщин это пенсионный возраст, и женщина становится бабушкой и старушкой, именно эта программа ее таково и делает. Правительство права. Социум. Он хочет увеличить пенсионный возраст. Это как говорят, что любой мужчина, который пережил 58 лет, да, уже ломает статистику. Это программа, это социальная программа, это некие такие мощные структуры, эгрегоры, которые работают. И мы, если мы встроены в эту систему, то мы соответствуем ей. Если вы выходите из этой системы, то вы в 70, 80, в 90, в 100 лет вообще, это реально. Вы такие знаете женщин? Конечно. В 70, 80 лет, чтобы они не струировали. Ну, в 70, 80 лет нет, наверное. Из моего окружения нет. Ну, я надеюсь, я буду первая. Нет, я вам говорю логику организма, да. То, что время у нас тяжелое, это ж никто не спорит. Но мы должны знать, к чему стремиться. Перспектива-то должна какая-то быть. Медицинский факт. У японцев женщины до 70, 80 остаются. Да, 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 да. У индусов, у японцев, да, это правда. Объясняют, что много едят морепродуктов, много капусты морской. На самом деле нет. На самом деле у них социум совершенно по-другому устроен. У них уважение к личности. Ну, совсем другое. Это культура понятна, это основное. Вот именно психологическое состояние. Так, это что касается вот этого. Вопросы есть? Вопросов нет. Соответственно, когда начинаются какие-то проблемы, то есть для чего я вам это даю? Чтобы вы не были, как бы сказать, нацеленными на какую-то мишень. Что вот, боже, у меня сыпятся волосы, надо срочно что-то делать для волос. Да не с волосами надо делать, надо понять, где у тебя источник ацидоза, да, для того, чтобы восстановить кровь и чтобы не потребовалось тянуть из волос. Ну, например, да? То есть когда вы понимаете логику организма, вы уже перестаете быть такими этими, я не знаю, там, ну, существами, которые бросаются на первое, что увидели. То есть надо восстанавливать кальций в крови, да, вот остеопороз, и пьют кальций. Вот ужаснее, нет ничего. Посмотрите, остеопороз – это вымывание кальция из костей. Куда он вымывается? В кровь. Для чего? Чтобы ощелочить ее. Если мы будем употреблять больше кальция, что будет? Весь кальций, который будет поступать в тех формах, он будет нейтрализовывать эти же самые кислоты и в виде солей выпадать в осадок и откладываться в суставах, потому что вода вы пьете кислая, это все кислое, не растворяется, и организм будет куда-то это утилизировать. Пить кальций – это плохо? Хорошо, потому что кислоты-то ушли, а с солями что делать? Ну, то есть, да, вот. Поэтому устранить ацидоз, понять, откуда идет избыток кислот, увеличить содержание щелочных продуктов, в живую воду, освоить техники дыхания. Ну, то есть все, все вот то же самое. Опять туда же, да. Поэтому в гомеостаз, в эти сложности метаболические не суйтесь. Я перечитала кучу литературы. Как гормональная система устроена? Я там их по именам все знала. Боже, да там вот эти каскады. Зачем? То есть он все автоматически делает. Ты только создавай условия хорошие. Идем дальше. Ну что, тогда приступаем к культуре питания?